Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Расставались с мужем на два месяца, не жили два месяца вместе, не общались. Через два месяца помирились, начали жить вместе. Он обновился, что через месяц расставания на протяжении месяца думал, нужна она мне или нет. До этого мы прожили вместе 19 лет. Может у меня розовый очки, это нормально, что через месяц расставания муж задался этим вопросом. Потому что у меня через месяц ничего не изменились к нему, мои чувства к нему не изменились. Вопрос к вам. Всего странный этот вопрос к моему себе, это говорит о любви ко мне или нет. Дальше. Не он сделал первый шаг через два месяца, я написала ему. Вместе неделю после этого расставания, но если я начинаю выяснять отношения, он взрывается, предлагает отвезти меня до аэропорта, чтобы я улетела в тот город, откуда он меня забрал неделю назад. Смотрите. Мне кажется, что чисто глобально ситуация такова, что вы в целом за эти 19 лет брака, вероятно, оказались слишком привязаны к своему мужу. Вот. Не мысливая свою жизнь как бы без него. И что, что, пожалуй, самое важное здесь то, что вы как-то вот не чувствуете, как будто бы себя самостоятельно. То есть вы чувствуете себя полноценной только с ним. Я понимаю, что, скорее всего, вы с этим, наверное, не согласитесь, что вот, скорее всего, вы будете это обретать и как бы оспаривать. То есть я просто хотел бы уточнить, что я не имею в виду прямо ситуацию вот на 100%, да? То есть я имею в виду, что может быть где-то вот в каких-то нюансах такое. Вот где-то в каких-то нюансах такое может быть. Вот. Я не имею в виду, что вот прям-прям-прям глобально ситуация такая, да? Ну вот, на это я бы хотел обратить ваше внимание. Чтобы вы, грубо говоря, задались таким вопросом, да? А я вообще вот без мужа как себя чувствую? Я вообще без мужа что чувствую, да? Дальше. Вы говорите, что вы расстались. Вы расстались на два месяца. Ну, срок достаточно большой. Особенно если учесть, да, что прожили вы вместе 19 лет. И если не только с вашей стороны была и есть, может быть, привычка, да, привычка, привязанность, да, ну и с его стороны тоже. И человек, в общем и целом, да, пошел на это. Он пошел на расставание с вами, что как бы намекает на то, что ситуация, ну, в целом, я бы сказал, наверное, достаточно серьезная. Ну, для него, да, если он расстался, слабый, если он вот понял, например, что, ну, больше быть там, допустим, с вами он не хочет. Соответственно, те обстоятельства, которые на это повлияли, они, скорее всего, имеют место быть, потому что, ну, во-первых, не совсем, не совсем, во-первых, понятно, из-за чего вырастали, ну, конкретно, конкретно, какие конкретно аспекты привели к тому, что вырастали. Вот это первое. Ну, очевидно, там был какой-то конфликт, очевидно, что там было что-то неприятное, очевидно, что там было что-то травмирующее, и очевидно, что там было, там были какие-то свои аспекты, которые вы до сих пор, суть по всему, не проработали. Не проработали, потому что, ну, вот, вы говорите, что просто помирились, да, а что это значит? Вот, было ли обсуждение того, из-за чего вырастались, да? Вот, были ли сделаны какие-то выводы относительно того, как он жить дальше, чтобы, ну, условно говоря, учитывать, да, вот эти вот моменты, из-за которых вырастали, и которые, суд по всему, ну, достаточно важные для, по крайней мере, вашего мужа. Если из-за этого с вами он, как бы, росла, вот, но ничего об этом вы не говорите, вот, да, вы пишете, что вы ему написали, но, опять же, непонятно, что именно вы ему написали, какой был посыл, то есть, даже если, условно, вы перед ним извинились, извинились, даже если, условно говоря, вы перед ним, вы перед ним извинились, то это не особо имеет какое-то значение, ну, потому что извинение само по себе, оно мало на что влияет, да? Вот, нужны какие-то выводы, нужны какие-то решения, нужна какая-то прораборка, нужно какое-то, эээ, такое вот чувство, да, что меня поняли, чувство, что меня услышали, чувство, что проблема, как минимум, решается, вот. Судя по тому, что вы описываете, у вашего, эээ, мужа такого ощущения нет, судя по тому, что вы описываете, у вашего мужа такого, эээ, вот, именно, что чувства нет, вот. И, как бы, это, в общем и целом, проблема, сам я считаю, эээ, вы помирились, а, извините, причина расставания, она по-прежнему есть, она по-прежнему присутствует, она по-прежнему, эээ, что называется, витает в воздухе, и вы от нее не ушли, судя по всему, и, соответственно, нужно ваше отношение гармонизировать, это первое. То есть, работать тут, либо, эээ, с вами нужно, непосредственно, либо работать, эээ, с вами, с вами вместе, непосредственно, вот. Кармонизируя, опять же, ваши отношения. Вот, либо, если, если, эээ, у вас есть такое желание, что, эээ, ну, решай, какие-то, какие-то ваши, эээ, собственные, вот, эээ, эээ, так скажем, проблемы, да, ну, ваши собственные личные, личностные проблемы решают, вот. И, соответственно, эээ, тем самым, эээ, помогая вам, эээ, убрать, вот, эээ, вероятность, эээ, того, что он, подобная ситуация повторит. Ээээ, в рамках, эээ, в рамках данного аспекта и в рамках данной ситуации, я бы сказал, что, эээ, нормальность, вот, так, вопрос, который задавал себе ваш муж, ээээ, прямо пропорциональна серьезности проблемы, с которой вы столкнули. В который он, если, если уж надо, пошло, столкнулся, ээээ, в контексте ваших отношений. Ээээ, девятнадцать лет, которые, которые вы провели вместе, не значит в этом смысле ничего, потому что за, за девятнадцать лет люди могли измениться, могли измениться их ценности, могли измениться их приоритеты, могли измениться их желания, многое могло измениться. Поэтому то, что вы говорите, вот, что, ну, вот, такая вот история, да, почему он задавался таким вопросом, эээ, в целом и так далее, это абсолютно нормально, нормально. Вот, я не знаю, сколько вам лет, сколько лет вашему мужу, но, вероятно, человек столкнулся, эээ, в определенной степени с, эээ, неким, эээ, таким вот моментом, когда, ну, ты переоцениваешь, эээ, свой жительный путь, эээ, переоцениваешь, ну, возможно, возможно, да, переоцениваешь, эээ, себя, переоцениваешь, эээ, свои достижения, переоцениваешь, эээ, то, как, эээ, ты, вот, ну, вообще, грубо говоря, грубо говоря, эээ, по жизни идешь, эээ, по жизни, эээ, ну, двигаешься, 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 вот. Куда ты по жизни идешь, куда ты по жизни двигаешься, то есть это важные моменты, с которыми, эээ, вполне вероятно, эээ, ваш муж, вот, столкнулся. И эти моменты ему, эээ, нужно, эээ, как-то в своей голове решить. Вот, ну, он, эээ, не обмучен, он не умеет, а у него нет, эээ, навык, навыков, соответствующих, для решения, эээ, такого рода. Вот, для решения, такого рода моментов, скорее всего, у него нет навыка, и, соответственно, он испытывает, эээ, такие вот эмоции, такие, эээ, ну, чувства, да, он испытывает, эээ, некоторые, некоторую потребность в том, чтобы, эээ, проявить, себя, в том числе, такой вопрос. Эээ, то, что вы спрашиваете про, эээ, его любовь к вам, да, при наличии ваших чувств к нему, несколько, эээ, противоречиво, потому что, эээ, если вы интересуетесь его чувствами, и, очевидно, в большей степени, эээ, обращаете, эээ, свое внимание на него, нежели чем на себя, это больше говорит о том, что вам ваших чувств недостаточно, для того, чтобы, эээ, полноценно чувствовать себя, эээ, в отношениях. А, правда в том, что люди, эээ, со временем могут меняться. Правда в том, что люди могут, эээ, со временем, меня, ну, менять, эээ, свои приоритеты, менять, ээээ, свои потребности и так далее. Вот. И получается, как бы, как бы, что вы зависимы от мужа. Здесь. И это вот как раз, эээ, является, как мне кажется, основной, эээ, проблемой в ваших отношениях. Такая вот, я бы сказал, избыточная ваша зависимость. Да? То есть это нормально, эээ, что в какой-то степени, эээ, это нормально, что в какой-то степени вы, ээээ, ну, как-то вот завязаны на нем. Это нормально. Но вы избыточно завязаны на нем, эээ, именно вот, благодаря подобным аспектам. Ээээ, ситуация усугубляет то, что вы говорите, что написала ему я первая. Да? То есть здесь, как бы, эээ, в силу того, что инициатор вы, человек, эээ, чувствует себя более свободным. Человек чувствует себя более, ээээ, в позиции, в позиции НАП. Потому что он выступает в принимающей стороне. Это не было бы так важно, если бы, эээ, наличествовал, наличествовал, эээ, факт того, что проблема как-то обсуждается и решается. Например, вот, ну, к примеру, в рамках психотерапии, допустим. Вот. Это не было бы проблемой. Но проблема, ээээ, усугубляется именно тем, что не совсем понятно, что вы человеку написали. Вот. То есть, а, чего, собственно, эээ, вы хотели. Вот. То есть, какой, эээ, ваш, вот, ну, посыл был в том, что вы ему написали. Бросайте в глаза и, эээ, то, что вы пишите, что он, вот, ну, там, грозится вас отвезти в аэропорт, да, до города, из которого он вас забрал. Как он вас оттуда забрал, эээ, для меня, честно говоря, не понятно. Вот. То есть, нет. Эээ, поймите правильно. На бытовом уровне, на бытовом уровне, эээ, что вы имеете в виду, я, я понимаю, я понимаю, я не, ээээ, я не тупой. Я понимаю, что что на бытовом уровне, эээ, вы имеете в виду, да? Но на уровне, эээ, вот, психологическом, когда речь идет непосредственно про, как-то, ээээ, вашу, опять же, самостоятельность, вот, на этом уровне не совсем ситуация ясна. Потому что, эээ, как будто бы вы, эээ, ну, вы же не вещь, чтобы вас, вот, взяли и забрали, да? То есть, ну, наверное, наверное, есть какая-то активность ваша, например. Эээ, вот, в том, что, ээээ, человек вас, ну, условно там, говоря, забрал, да? Вот, есть какая-то активность в том, что, ну, вот, человек, эээ, вас, ээээ, привез в, ну, вот, в свой город. И вот такое ощущение, что на эту активность вы не опираетесь. У меня такое ощущение возникает, что вы на эту активность опираетесь. Что вы опираетесь на его желание, на его, ээээ, потребности, на его, ээээ, ну, решение, да? И так далее. Но не на себя. И мне кажется, что в этом смысле вы себя обесцениваете, а муж, соответственно, обесценивает и защищается от вашего желания выяснить отношения. Потому что это воспринимается как, ну, некоторое такое, некоторое такое, ээээ, некоторое вторжение. Некое вторжение в его личное пространство, потому что вы от него пытаетесь чего-то добиться. Хотя, ээээ, на примирениях пошли вроде как вы здесь. Да? Как бы. Вот. То есть, ээээ, такая позиция неопределенности, она присутствует, по сути, во всем вашем, ээээ, тексте. Вот. Во всем. И, на мой взгляд, это и является, как бы, ключевым моментом, что вы не доверяете себе. Вот. А, ну, по, по большому счету, как мне кажется, вы себе просто-напросто не доверяете. Вот. Доверяя вы себе, ээээ, в известной степени больше. Доверяя вы себе, в известной степени лучше. Доверяя, эээ, как бы, чувствуя вы себя, эээ, несколько лучше. Продвигая свои интересы и выражая свою позицию, несколько, ээээ, ну, несколько, ээээ, ну, может быть, может быть, не очень такое, вот, хорошее прямо слово, да, но, ээээ, несколько, ээээ, привычные, вы имели бы, ну, гораздо больше шансов на, шансов на то, что он, ээээ, бы, ээээ, человек не реагировал так. Потому что, некий, некий опыт, ээээ, ну, такого, ээээээ, может быть, конструктивного обсуждения, эээээ, ну, трудностей ваших, да, он был бы. А, так, по сути, его, нет, эээээ, сейчас. И ваш муж реагирует на, эээээ, вот, то, что вы, пытаетесь отношения те выяснить, ага, ну, вот, эээээ, таким, таким способом , видя в этом, по большому счёту, некоторую, ээээ, угрозу себе, видя в, в, в этом, ээээээ ну, в-м…е-м-не-не- ..нек-не, некоторое, некоторое м-может быть. Ну, может быть, принижение себя, да, может быть, там, ещё какие-то нежелательные аспекты. Вот. Даже если вы не хотите, ну, потому что вы не говорите о своих вот, именно о том, что вы чувствуете. И как это вообще, говоря, вот, вписывается в ваше желание помириться. Вот. То есть не всякое желание помириться, не всякое желание помириться подразумевает, как бы, ну, решение проблем. Желание решить проблему, не всякое, не всякое желание помириться. Вот. Наверное, наверное, вы сами это чувствуете. Ну, иначе вы бы не пытались выразить отношения, потому что, коль вы сами написали ему, да, вот, то, ну, скорее всего, раз вы ему сами написали, значит, решение проблемы, по крайней мере, для вас уже, вот, ну, присутствует, уже есть. А чего нет? Как будто бы. И, собственно, вы мучаетесь, собственно, это то, что мой коллега, вот, Кудрыщев Игорь Леонидович, называет, собственно говоря, тревожностью. То есть это ваша тревожность, как раз таки связанная, в какой-то степени, с подменой, вот, понятий, условно говоря. Вроде бы я хочу помириться, вроде бы мы помирились, но в то же время я какие-то свои проблемы не решила, вот, а еще, еще, беру на себя, я, как бы, трудности, да, беру на себя, трудности еще, я, сейчас, своего мужа, беру на себя я еще решение его проблем, а я не решила свои проблемы, а уже выступаю каким-то миротворцем, да, я уже, как бы, беру ответственность за жизнь другого человека, и по факту, по факту, по факту, получается, в общем, довольно неприятная ситуация. и тревожен вы, тревожен ваш муж, то есть, как бы, ну, вот, наверно, наверно, ну, вот, проблемы не решают, в таком ключе. Вот, соответственно, отвечая ли на вопрос, на вопрос, отвечая на ваш вопрос, нормально ли это? Да, нормально, потому что именно этот вопрос является основой для расставания. вот, этот вопрос, случительно, ну, немножечко так, вот, я бы сказал, американсийно, да, немножко так, вот, обесценивающий вроде бы вас, например. Ну, этот вопрос, да, он, вот, ну, вполне реальный, этот вопрос, да, он действительно нормальный в этой ситуации, потому что именно сомнения в чувствах и, собственно, облакают человека на то, чтобы расстаться. Вот, как правило, я не говорю, что всегда, но, как правило, появление какого-то другого чувства мотивирует на то, чтобы несколько, вот, отдалиться. Именно появление нового чувства, вот, именно появление новых эмоций, новых ощущений. Как раз не, как бы, изменение, вот, ну, самого чувства к человеку. Чувство к человеку, та же любовь, например, меняется уже как следствие, да, то есть уже постфактум, уже она меняется, она меняется как следствие. От того, что появляются какие-то новые ощущения, ощущения. И у вас, очевидно, эти новые ощущения тоже появляются. Если и когда вы говорите про то, что, значит, мы, там, вот, мы поругались, там, ну, вот, с мужем, да, и расстались с ним, то я бы сказал здесь, я бы сказал, что с вашей стороны есть, ну, вот, есть вклад, есть вклад в эту ситуацию, в этот конфликт. И вам необходимо этот вклад увидеть. Вам самой необходимо этот вклад увидеть. Для чего вам необходимо самой этот вклад увидеть? Вот, чтобы, как раз таки, начать это корректировать. Это работает именно так. И не работает по-другому. К, ну, к сожалению, наверное, это не работает по-другому. Поэтому я бы сейчас сосредоточился бы не на вашем муже, у которого, вероятно, да, есть свои проблемы. Это нормально, у всех людей они есть. Но на себе. Потому что себя и своё поведение вы изменить можете. А вот изменить другого человека, изменить его поведение, вы не можете, к сожалению. Вы можете принести некоторые изменения, опять же, вследствие своих изменений. Это правда. Но не наоборот. Знаете, какая штука. То, что ваш муж, как вы говорите, взрывается, это скорее про то, что конфликт ещё существует. Ну, вот, то, что ваш муж, ну, так реагирует на то, когда вы пытаетесь, там, поговорить, да, про, ну, про отношения. Да, конечно, нужно увидеть, нужно постараться увидеть, как он, как образуется его реакция, да, ну, грубо говоря, нужно увидеть, почему он, вот, реагирует условно именно так, а не иначе. Вот, это ещё предстоит разобрать, потому что существует такое понятие, как метакоммуникация. Вот, когда я говорю одно, а по факту получается, что я говорю другое совсем. Яркий пример такой, ну, такой метакоммуникации, несколько, вот, искажённой, да, является ситуация, когда, вот, ну, условно говоря, там, человек говорит штопа. А, ну, как бы, слышится это несколько, как, ну, как другое, да, то есть человек говорит одно, а другому человеку слышится вот несколько, несколько, ну, несколько другое совсем. Вот, и это может стать серьёзным, серьёзным препятствием на пути коммуникации. Вот, поэтому, дабы подобных историй не было, вам в первую очередь нужно разобраться в себе, в себе самой, в первую очередь. Дальше уже смотреть, как можно сделать, что можно сделать, для чего можно сделать и так далее. Но, вот, пока, я бы сказал, что не нужно, не нужно пытаться вот, ну, что-то у вашего мужа выяснять, да, и пытаться вот с этим отношением. Не в смысле, что этого не нужно делать вообще, а в смысле, что сейчас вы это делаете, ну, вот, к сожалению, только деструктивно. Решать, решать, конечно, вам, вне всякого сомнения, но с точки зрения психологии, именно с точки зрения психологии, это выглядит вот, это выглядит так. Я очень, ээээ, сочувствую вам, что вы оказались в такой ситуации. Мне безумно жаль, что вы оказались, ээ, ну вот, в такой, эээ, ситуации, вот, вне всякого сомнения, неприятной, вот, вне всякого сомнения нейжелательной, болезненной, травмической, Но, тем не менее, раз вы в ней оказались, то ее нужно решать. И, ну вот, соответственно, я вижу решение вот в таком ключе. Вот, я вижу такое решение вашей, ну, вашей проблемой. Я не исключаю, что могу быть неправ, я не исключаю, что могу чего-то не знать, я скорее всего чего-то не знаю. Вот, и честно говоря, это скорее нормально, потому что, ну, вот, информация, которую вы представили, ее, в принципе, может быть, ну, недостаточно для того, чтобы дать вам такой вот стопроцентный ответ. Но, тем не менее, я надеюсь, что хотя бы это даст вам некоторый статус. Вот. На этом все, надеюсь, что мой ответ был вам полезен. надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вы для себя новые какие-то вещи или хотя бы, хотя бы пищу для размышления увидели. Вот. Этого было бы, в принципе, уже достаточно. Ну, достаточно. Вот. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит, поможет вам найти, это позволит вам начать, точнее, работу над собой. Вот. Ну, вот. Желаю вам всего самого доброго. Желаю вам удачи. Надеюсь, что ваша, ну, ситуация, ваша ситуация в целом будет разрешена вот самым наилучшим образом. Вот. Надеюсь, что свою проблематику вы увидите и надеюсь, что вы свою проблематику решите. А вот, со своей стороны, готов оказать вам всяческое содействие в этом направлении, да, то есть психотерапия, психотерапия индивидуальная, психотерапия семейная, то есть вот, ну, психотерапия, в которой вы, ну, вместе с своим мужем, да, могли бы участвовать. Вот. И, соответственно, надеюсь, что вы своим шансом воспользуетесь. Потому что, ну, если даже расставаться, да, если даже расставаться, то лучше это делать вот, ну, таким, знаете, максимально комфортным способом, там, условно говоря, для обоих не рвать историю, да, вот, а всё-таки как-то это более сглаживо сделать. И если вы хотите быть вместе, история та же самая, если вы хотите быть вместе, то лучше это делать всё-таки максимально эффективно, вот, максимально гармонично и максимально, ну, скажем так, максимально эмпатично по отношению, вот, к, ну, допустим, вашему партнеру. Вот. Удачи вам, всего самого доброго. Удачи! 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 Продолжение следует...